Приветствую вас, друзья! В эфире программа «Путь» о православии в нашей жизни. Сегодня мы не случайно находимся в доме музея Екатерины Плотниковой на улице Поморская, 1. Это выдающаяся женщина нашего города, известная благотворительница. И мы сегодня встречаемся также с выдающейся женщиной уже нашего времени, Верой Дмитриевной Костолевой, победительницей конкурса «Женщина года», руководителем социальной службы по дворе Артемия Веркельского монастыря в городе Архангельске. Здравствуйте, Вера Дмитриевна! Позвольте вначале поздравить вас с такой высокой общественной оценкой вашей деятельности. И вот вы знаете, когда я готовилась к нашей встрече, просматривала материалы, где мы будем с вами встречаться, обнаружила вот такой интересный факт, что вот хозяйка этого дома, Катерина Кирилловна Плотникова, она вот занималась такой тоже очень обширной социальной и благотворительной деятельностью, что ее имя, оказывается, было известно не только в нашей Архангельской области, но далеко за ее пределами. И даже до Святой горы Афон доходила помощь до Иерусалима. Такой интересный факт нашла, это вот Архангельские епархиальные ведомости 19 века писали, что перечень денежных пожертвований Катерины Плотниковой занимает почти десять страниц вот этой газеты, то есть один перечень даже. Ну вот отдав должное хозяйке этого дома, Екатерина Кирилловна, давайте перейдем, может быть, к вам, поговорим о вас. И вот первый такой вопрос, который напрашивается, вообще всегда это интересно, как человек, который был рожден и воспитан в советское время, как многие из нас, все-таки нашел дорогу к храму. Мы выросли в большой многодетной семье, у нас был частный дом, и бабушка была верующая, это папина мама, она молилась все время за нас, и мы знали, что она молится, тихонечко все шепчет. Вот, и практически мы выросли вот в традиции православной семейных традициях. Сейчас вот, когда мы стали изучать вот в университете семейведения и все, и как раз вот проанализировав наше вот наше детство, все посмотрело, как мы воспитывались именно в традиции православной семейной традиции. Мы воспитывались в послушании обязательно, в труде, в уважении к старшим, заботе о младших, все, что заложено в семейных традициях, это все вот нас так и воспитывали. Я вот слышала о вас, что в вашей семье особую роль сыграла монахиня. Ее звали, имя ее в миру была матушка Татьяна, а по церковному монахиня Саватия. Их в свое время их репрессировали и привезли в 43-м году, но на барже, как мама рассказывала, это ну с маминой стороны. Вот мама сама, как бы она маленькая была, осталась сиротой в пять лет. И ну бабушку Веру, вот меня как раз назвали в честь маминой мамы, в честь бабушки Веры. Вот и когда бабушку Веру репрессировали, и она попала в тюрьму, мама осталась сиротой. И в 43-м году в их квартиру подселили двух монахинь. Вот, одна из них была вот матушка Саватия. И практически очень большую роль вот именно в воспитании моей мамы оказала монахиня. Она маму даже учила церковно-славянскому языку. И вот все какие-то вот основные, такие фундаментальные, православные вот эти вот идеи, скажем так, вот понятия, они как раз вот вложили вот в воспитание мамы. И поэтому как-то вот мама все время нас так воспитывала, чтобы мы не завидовали, как-то уважали друг друга, вот с таким суважением к людям, чтобы мы не считали, как вот все время говорила, Бог деревья не уравнял в лесу, как можно, ну люди, что люди все разные, принимают людей разными. И поэтому вот все это одно наложилось так на все. С одной стороны мамино такое вот воспитание было, с другой стороны бабушки вот со стороны отца. И поэтому в 16 лет, когда мне было 16 лет, мы должны были поехать на практику, я училась в кулинарном училище, на Соловецкие острова. И в то время как бы я хотела познакомиться, что это за Соловецкие острова, и стала собирать открытки. И мне настолько поразили вот эти храмы, Соловецкие монастыри, все. И у меня было такое вот очень сильное желание поехать туда вообще жить, восстанавливать монастырь. С детства я знала все храмы, какие там на Соловках есть. И вот это вот такое, в общем, с детства, вот юности такое вот желание служить в монастыре, как-то вот оно осталось у меня с юности. Вера Дмитриевна, ну вот мне кажется, что многие архангелгородцы вообще очень слабо себе представляют, что такое работать на монастырском подворье, вот там, где вы сейчас занимаетесь своей социальной работой. Расскажите, пожалуйста, вот об этом. Я когда пришла на работу в храм, вот уже конкретно, как бы до этого я закончила факультет социальной работы, и когда я его заканчивала, уже мы историю изучали архангельского края, и все-таки как-то все уже так подвигло меня, что я пойду работать в храм, в церковь. Только что, ну, искала, в какой храм ходила я, и в Свято-Троицкий, и в Яна-Кронштадтского, вот где отец Евгений, везде была. И как-то так по ходу жизни мы работали, у нас была общественная организация, студенческая, вертикальная, мы работали в колонии, в детской воспитательной, и как-то так все говорили, тебе надо вот с таким вот, ну, как бы отношением, тебе надо к отцу Феодосию. И все практически, сколько я к людям вот обращалась, все говорили, тебе надо идти на Варавина, тебе надо идти к отцу Феодосию. И вот так вот получилось, что я уже сознательно пришла вот к батюшке и сказала, вот я специально, ну, как бы у меня вот диплом, я социального работника, ну, конечно, я даже не мечтала, что меня возьмут социальным работником. Сначала просто как бы там помогала, то что-то убирала в храме, там за цветами ухаживала, варила, вот, ну, и потом вот так вот получилось, что взяли через несколько лет просто, как бы, будучи прихожанкой, потом вот меня взяли уже на работу. Повседневная работа, в первую очередь, так как у нас находится приют для бездомных, то это помощь бездомным, прием бездомных, то есть постоянно, каждый день приходят к нам новые люди, каждый день мужчины, женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, некоторые избитые, потерявшие документы, и вот нужно с ними поговорить, побеседовать, и кого-то куда определить. Может, просто человек там поссорился с родственниками, пришел сюда, ну, алкоголезависимый, значит, нужно как-то так его подвигнуть, чтобы он лечиться пошел, и с родственниками налаживать отношения. Есть для этого определенные условия у нас, созданы все, вот, на подворье. А есть, конечно, которые бездомные. Ну, и смотришь, как вот мы можем, можем принять человека или не можем. И когда принимаем его, соответственно, он остается на ночлеге, нужно одеть там, определить ему одежду, там все. Вот это такая работа с бездомными. И потом у нас различные есть, и постепенно расширялась деятельность, и вот мы потом создали православный семейный центр, стали работать с семьями. Вот, получилось так, что меня пригласили в комиссию по делам несовершеннолетних, вот, на заседание комиссии, и там, ну, различные вопросы есть, дети и употребляющие, и там мамы, которые не справляются с воспитанием. Вот, и как раз вот на заседаниях, ну, как бы, вот эти заседания являются такой, нам, базой, что ли, для потом дальнейшей социальной работы, исходя из этого. Как запрос такой появляется, а мы уже думаем, чем мы можем помочь здесь у нас, какие у нас есть ресурсы, чтобы помочь семьям. И так постепенно у нас сначала семейный центр возник, потом общество трезвости, чтобы вести профилактическую работу какую-то. И так постепенно все вот оно расширялось. Благотворительность, о которой мы с вами помянули в начале нашей беседы, она сейчас претерпела изменения. И вот ваша благотворительная организация «Дорога к жизни», она имеет свою специфику. Расскажите, пожалуйста, о ваших основных направлениях и проектах. Мы как раз создавали общественную организацию с тем, чтобы помочь людям, вот, бездомным, в первую очередь, бездомные, освободившиеся из мест лишения свободы, потому что это основная категория, которая приходит, ну, к нам на подворье за помощью. Вот, ну, и включили также туда помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И вот, и потом начали работать, привлекать средства. То есть, посуществует ли, чего создаётся общественная организация для привлечения средств? Потому что если, ну, такая обширная социальная работа, которая ведётся на подворье, она требует всё-таки больших финансовых таких вливаний, вот. Вот, ну, не может же это всё, как бы, церковь взять на себя такую обузу, можно так сказать, да? И поэтому вот мы создали общественную организацию, чтобы привлекать средства. И стали участвовать в проектной деятельности, писать проекты. Вот, с одной стороны, мы создаём такую базу, ну, для ведения профилактической работы, там, и компьютеры, и у нас выставка есть, всё это в рамках проекта, всё покупается, вот, как бы, такой ресурс. И, с другой стороны, когда мы прописываем, подаём заявку на конкурс, мы прописываем все мероприятия, и это помогает нам структурировать нашу работу более чётко, её более организованно проводить. И так как, вот, общественная организация, она, ну, как бы, взаимодействует с обществом, всё, и благодаря этому мы привлекаем сторонние организации для решения, вот, социальных задач. То есть, мы, получается, что решаем социальные задачи какие-то городские, ну, вот, окружные в округе, в городе с семьями, с образовательными организациями, и в то же время нам идут помогать люди уже светские. И, таким образом, выстроилось такое межведомственное партнёрство, большое очень, по всем направлениям, цель нашей всех, вот, направлений, это выстроить именно вот такое межведомственное партнёрство. И вот это у нас так получается. Одно из таких очень интересных направлений подворья Артемии Вергельского монастыря и вашей работы – это трезвенное движение, очень мощное такое движение, которое уже не первый год существует. А в чём его смысловое, вот, ядро? Ну, первоначально, когда мы, вот, у нас сначала создали мы семейный центр «Ноев Ковчег», и стали работать с семьями, которые в социально опасном положении, и, ну, поняли, что основная причина, ну, неблагополучия – это вот употребление спиртных напитков. Ну, и плюс к тому, что округ Варавино-Фактория, он на окраине, у нас здесь студенческий городок, и там тоже люди живут, и там различные проблемы. И как-то, чтобы вот решать эти проблемы, мы вот решили создать общество трезвости. Познакомили с опытом Екатеринбурга, съездили туда, и мы начали с таких общественных акций, как пост трезвости. С палаткой выезжали в город на городские мероприятия, и таким образом, как бы, вот, мы, ну, скажем так, заявили о себе, о том, что вот у нас есть такая работа. Потом в рамках проектов приобрели выставку «Человеческий потенциал России», и сейчас она является ключевым таким, ну, звеном для профилактических мероприятий в его образовательных организациях. Так как на подворье всегда приходило очень много людей, страждущих, и родственников, ну, употребляющих спиртные напитки, и родственники, которые, ну, как бы, живут рядом с такими страдающими людьми, мы как-то хотели вот оказать им всё время поддержку, помощь. С самого начала читается на прихраме в среду Акафис перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша», и вот, и чтобы как-то помочь людям, мы познакомились, изучили разный опыт. Вот у нас есть на подворье также создана и группа прихрамей 12-шаговой для зависимых, для самых, и вот начали такую работу с родственниками. И разные тут пробовали варианты. Сейчас у нас прекрасный, замечательный специалист есть, который ведёт эту работу, мы учимся, и вот оказываем такую помощь. Вера Дмитриевна, вот тоже очень интересный проект, который, я думаю, вызовет симпатию, наверное, можно так сказать, у многих архангелгородцев. Это создание общегородского парка отдыха на берегу Северной Двины с красивым названием «Александровский парк». Все подустали немножко от торговых, многочисленных торговых центров. Вот расскажите, пожалуйста. Идея создания парка, она родилась где-то примерно в 2011-2012 году. Ну, пустырь он всегда был около нас, как-то так всё время душа болела, чтобы хорошо бы там что-то было на пустыре. И вот первоначально мы начали просто там посадили ёлочки, потом яблоневую аллею. А потом, когда мы создали общество трезвости, и мы в архивных данных узнали, что в Архангельске был Александровский сад, и он принадлежал обществу трезвости, и они там вели большую трезвенную работу, так у нас появилась идея возродить идею вот этого Александровского сада с тем именно как раз значением, что там будет проводиться такая же трезвенная работа, как вот в том Александровском саду. И мы начали работу. В рамках проекта по созданию православного семейного центра была заложена спортивная площадка. Мы её установили, эту площадку. Потом в другом проекте установили волейбольную площадку. И так родилась идея такого комплексного парка, где будет и спортивная площадка, и зоны отдыха для детей, и для родителей, и там дорожки. И постепенно-постепенно тут вот оно... Ну, во-первых, выстраивается сам парк постепенно, он уже вырисовывает с его границы. Сейчас у нас уже даже есть уже картинка красивая, как этот парк, уже схема, как он будет, этот парк, существовать. И мы даже вышли вот уже на уровень губернатора, к губернатору обратились, чтобы он поддержал нас. Ну, не финансово, конечно, мы финансово тут как-то вот. Ищем различные способы для привлечения средств на строительство парка. Но чтобы нам помогли именно его на уровне уже города сделать статус ему, статус придать, что это будет парк именно Александра Невского, потому что храм Александра Невского. И получается, вот так всё мы возрождаем знаменитый такой Александровский сад, который был в Архангельске до революции. Удаётся ли вам в своей жизни совместить вот две эти важные вещи? социальную деятельность, общественную деятельность и духовную жизнь. Ведь, насколько мы знаем, и чтобы не говорилось сейчас, социальная деятельность Церкви и социальная активность православных верующих это всё-таки второстепенно. На первом плане мы знаем, стоит более высокая цель, которая выражается, может быть, так непривычно, это подготовка своей души к Царству Небесному. Вот как вы в своей жизни умудряетесь всё это соединить? У меня есть два любимых святых святых. Это Ян Кронштадтский и Ян Шанхайский. И как раз это два таких величайших, но они чудотворцы и великие молитвенники. И всё. И они, в общем-то, самые первые настоящие социальные работники в таком масштабе, потому что именно Ян Кронштадтский и Ян Шанхайский они шли в самые бедные, в самые далёкие, отдалённые районы городов и где-то там на окраинах, и помогали людям, самым бедным, самым таким несчастным, чтобы как-то их поддержать и материально, и морально, и духовно. И помогали им там и в болезнях, и в бедах, и всем. И поэтому для меня это такой пример именно жизни. Вот эти два святых, они как бы наши даже небесные покровители, потому что мы постоянно Яну Кронштадтскому молимся, крестные ходы совершаем вот вокруг нашего парка. Каждый раз мы совершаем крестные ходы, ну каждую неделю там ходим с иконкой, так просим помощи у них, у святых этих, чтобы они нам помогли, поддержали. И поэтому они для меня являются таким вот ярким примером служения именно и социального, и духовного. Подвести итог нашей программы, мне бы хотелось таким образом, вспомнив такую замечательную мысль, что православие — это прежде всего образ жизни, когда мы жизнью стремимся исполнить заповеди Христовые и прежде всего главную заповедь о любви к Богу и ближним. И, к сожалению, нам очень редко и сложно удается её исполнить в нашей повседневной жизни. Поэтому, Вера Дмитриевна, я вас от души благодарю за тот пример, о котором вы рассказали, каким образом вы пытаетесь исполнить эту заповедь. Пусть бы этот рассказ послужил бы тем замечательным примером для подражания всем тем, кто нас сегодня слушал. Я вас благодарю за участие в нашей программе. На этом мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok